Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В России прошел День печати. Как добывать тяжелую нефть. Разработки ученых Казанского федерального университета спасли лошадь-чемпионку. В России прошел профессиональный праздник всех работников средств массовой информации – День российской печати. Несмотря на свое название, этот день давно уже олицетворяет собой дань уважения не только корреспондентам газет и журналов, но и в целом всем тем, кто сегодня работает в области СМИ. А как растят будущих профессионалов журналистики в Казанском федеральном университете, мы расскажем в нашем сюжете. 13 января в России отмечался День работников средств массовой информации или День российской печати. Своё начало этот праздник берет в 1703 году, когда указом Петра I вышел в свет первый выпуск газеты «Ведомости». В советские годы праздник отмечался 5 мая, но в 1991 году дата празднования была возвращена к исторически верной. Ну а годом ранее, в 1990 году, в Казанском государственном университете был открыт факультет журналистики на базе уже существовавшего отделения. 57 лет уже назад, уже 58-й год идет, как существует журналистика, как самодостаточное направление подготовки в Казанском федеральном университете. Это одно из старейших, ну может быть МГУ чуть раньше, да, лет на 10 начал раньше готовить журналистов целевым образом уже для нашей страны. При этом направление подготовки национальной, татарская журналистика, оно появилось еще раньше. За свою недолгую историю факультет успел пережить несколько преобразований и до сегодняшнего дня дошел уже как институт социально-философских наук и массовых коммуникаций с высшей школой журналистики и медиам коммуникации в его составе. Сегодня в высшей школе успешно проводятся научные исследования по проблемам теории и истории журналистики, а кафедры являются инициаторами и организаторами традиционных научных и практических конференций. Журналист сегодня это не только человек, который пишет буквы или делает картинку, это еще и во многом технолог, то есть человек, знающий технологии современной продвижения и должен во всяком случае ими владеть. Это человек во многом творческий. Выпускники института работают в государственных структурах, информационно-аналитических службах органов государственной власти, политических партий и общественных объединений, бизнес-компаний. Журналисты уже со студенческой скамьи реализуют свой творческий потенциал в местных и федеральных СМИ, а при институте существует самостоятельное круглосуточное студенческое телевидение. Кстати, первое и пока единственное в России. Преподаватели института тем временем прилагают все усилия для того, чтобы вырастить на его почве новую волну татарстанской и российской журналистики. Вот три вещи, да, творческая искра, технологические знания и умение жить не по лжи. Вот если это будет, то считайте, и мы свою миссию выполнили более-менее достойно, готовя таких людей, и вы сможете свою миссию выполнять. Камиль Гемоздинов, Ленардо Литяров, Универньюз. Запасы легкой нефти постепенно истощаются. Ей на смену приходит нефть тяжелая. Вследствие своих физических свойств она не может быть извлечена на поверхность традиционными способами. Для этого ученые ведут различные исследования, которые впоследствии применяются нефтяными компаниями. Такие разработки ведутся в Казанском федеральном университете. Оптимизацию добычи тяжелой нефти обсудили сотрудники КФУ с другими специалистами. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. В середине декабря сотрудники Казанского федерального университета посетили одну из крупнейших международных конференций в области тяжелых нефтей. На сегодняшний день тяжелая нефть является одним из основных источников углеводорода. Важнейшей темой конференции стала оптимизация добычи и снижение затрат на разработку месторождения тяжелой нефти. В конференции принимали ведущие специалисты со всего мира. И как бы головной организацией, которая проводила эту конференцию, было общество инженеров-нефтяников, это так называемые СПЕ и Кювейская нефтяная компания, КИОСИ. На конференции мы ездили в составе двух человек. Михаил Варфоломеев, я и, соответственно, старший научный сотрудник НИЛ-реологических термохимических исследований, ПОСТДОК из Китая, Чиндон Кьюань, который является тоже сотрудником нашего университета. Специалистов нефтяных компаний заинтересовали разработки, и им был предложен ряд совместных проектов. Также у нас состоялась встреча с Кювейтской нефтяной компанией. Кювейт Оил Компани – это самая крупная компания, которая добывает нефть в Кювейте. Одна из самых крупных в мире, входит, по-моему, в десятку или в пятерку ведущих нефтяных компаний всего мира. И с ним была договоренность о том, чтобы запустить в будущем два совместных проекта по повышению эффективности добычи тяжелых нефтей. Кроме того, состоялась поездка в Оман. Встречи прошли в Министерстве нефти и газа, где обсуждались возможности сотрудничества между КФУ и нефтяной индустрией Омана. По итогам встречи были спланированы мероприятия по внедрению технологий для добычи тяжелых нефтей. По итогам этой встречи было принято решение провести рабочую встречу в главной нефтяной компании Омана. Это ПДО, Petroleum Development of Oman, где встретились с руководителями проектов по повышению нефтеотдачи и запланировали возможность реализации проекта по внутрипластовому горению для добычи тяжелых нефтей и по проекту подземной переработки тяжелой нефти внутри пласта. Тоже очень перспективное направление, которое развивается во всем мире. Проекты по совместной магистратуре двойных дипломов обсуждали специалистами в университете Султан Кабуз. Планируется реализация совместных проектов по химическим методам повышения эффективности добычи нефти. Была сформирована некая дорожная карта, по которой мы дальше сейчас будем действовать. В рамках этой карты предполагаются совместные проекты, которые пройдут рассмотрение определенной стадии и, надеемся, после этого уже мы будем их реализовывать. И, кроме этого, запланирован еще ряд совместных поездок. Это делегация ОМАНа сюда и наши еще некоторые поездки для более детальной поработки совместных проектов. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Благодаря уникальной генной методике, разработанной учеными КФУ, ветеринары из Москвы поставили на ноги лошадь-чемпионку по кличке Афродита. На отечественном первенстве она получила серьезную травму – разрыв связок. Ранее с подобной травмой ветеринары даже не ставили вопрос о лечении. Надорванные сухожилия ставили крест на спортивной карьере с кокуна. В самых удачных случаях на восстановление лошади требовалось 6 месяцев. Подробности мы расскажем в следующем сюжете. В Москве ветеринары спасли лошадь Афродиту, надорвавшую сухожилие. Об этом говорится в телеграм-канале МЭШ. Данная терапия была создана учеными Казанского федерального университета. Экспериментальную работу проводили ученые НИЛ-генные клеточные технологии под руководством Альберта Резванова, совместно с учеными из Нотенгемского университета. Лошадь принимала участие в первенстве России, во время которого и получила травму. При этом через полтора месяца ей нужно было принять участие в турнире в Европе. У нас было 30% надрыва сухожилия, то есть от всего сухожилия 30% там была дырка. Мы должны были очень срочно восстановиться, чтобы уехать на соревнования. И вот доктор Коуч предложил новую методику, которую он еще не испробовал. И, собственно, у нас не было вариантов. Мы такие, ну, конечно, доктор, пробуйте все, что хотите. Вот, он сделал инъекцию и через полтора месяца Лошадь уже полностью ввел эту работу. Основным преимуществом генной терапии, используемой при этой операции, было применение комбинации проегиогенного фактора роста гена, способствующего росту кровеносных сосудов, а также клеток соединительной ткани организма, которые играют важную роль в развитии кости хряща. С помощью собственных клеток, эти клетки были выделены из жировой ткани пациента. То есть это аутологичное применение, когда берем клетки у пациента и ему же обратно их вводим. Так как это собственные клетки, то они не вызывают иммунные реакции, отторжения и очень легко переносятся организмом. Стоит отметить, что подобные травмы, как у лошади Афродиты, характерны для многих животных и человека. И результат данной операции имеет значение как для ветеринарии, так и для медицины в целом. У нас именно для каждого вида живых существ разрабатывается видоспецифичный препарат. И это нас отличает в ветеринарной практике от других направлений. Дело в том, что очень часто в ветеринарной практике используют препарат, который разрабатывался для людей, но используют его для животных. Важно отметить, что российско-британское исследование подтвердило, что генная терапия является наиболее эффективным способом лечения травм. Диана Шилова, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях, чтобы узнавать больше. И, конечно, не пропускайте наши эфиры. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok